Глава седьмая. В то время, как это происходило в Петербурге, французы уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. Историк Наполеона Тьер, так же, как и другие историки Наполеона, говорит, стараясь оправдать своего героя, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы все историки, ищущие объяснение событий исторических в воле одного человека. Он прав так же, как и русские историки, утверждающие, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности, возвратности, представляющего все прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, Есть еще взаимность, путающая все дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренне убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, И он отыскивает эту ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге в продолжении всей игры были такие же ошибки, что ни один ход не был совершенен. Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени, И где ни одна воля руководит безжизненными машинами, а где все вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов. После Смоленска Наполеон искал сражение за Драгобужем и Вязьмы. Потом у царева заимища, но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, В 112 верстах от Москвы, русские не могли принять сражение. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву. Москва, азиатская столица этой великой империи, священный город народов Александра, Москва с своими бесчисленными церквами в форме китайских пагод. Это Москву не давало покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к цареву заимищу Наполеон верхом ехал на своем саловом инглизированном иноходчике, сопутствуемой гвардии, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерии русского пленного. Он, галопом, сопутствуемый переводчиком Леолорном де Идельвилем, догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь. «Ну», — сказал Наполеон, — «платовский казак говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим». «Очень умный и болтун». Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привезти его к себе. Он сам желал поговорить с ним. Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову, лаврушка, в денщицкой куртке на французском кавалерийском седле с плутовским и пьяным веселым лицом подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать. «Вы казак?» «Казак, с ваш благородие!» «Казак, не зная того общества, в котором он находился, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, чтобы могло открыть для восточного воображения присутствие государя, разговаривал с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах настоящей войны». Говорит Тьер, рассказывая этот эпизод. «Действительно, лаврушка, напившийся пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню за курами, где он увлекся мародерством и был взят в плен французами. Лаврушка был один из тех грубых наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают долгом все делать с подлостью и хитростью, которые готовы служить всякую службу своему барину и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и мелочность». Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал, лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам. Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Ростова или Вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни Вахмистр, ни Наполеон. Он врал все то, что толковалось между денщиками. Многое из этого было правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, лаврушка прищурился и задумался. Он увидал ту тонкую хитрость, как всегда во всем видят хитрость люди подобные лаврушке. Насупился и помолчал. «Оно значит, так коли быть сражению, — сказал он задумчиво, — и в скорости, — так это так точно. Ну а коли пройдет три дня опосля того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет. Наполеону перевели это так. «Ежели сражение произойдет прежде трех дней, то французы выиграют его. Но ежели после трех дней, то Бог знает, что случится!» Улыбаясь, передал Лилорн де Эдельвиль. Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа, и велел повторить себе эти слова. Лаврушка заметил это, и, чтобы развеселить его, сказал, притворяясь, что не знает, кто он. «Знаем, у вас есть Бонапарт. Он всех в мире побил. Ну да, об нас другая статья!» Сказал он сам, не зная, как и отчего под конец проскочил в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся. «Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника», говорит Тьер. Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действия, которые произведет на это дитя Дона. Известие о том, что тот человек, с которым говорит этот дитя Дона, есть сам император, тот самый император, который написал на пирамидах бессмертно-победоносное имя. Известие было передано. Лаврушка, поняв, что это делалось, чтобы озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается, чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь. Едва переводчик Наполеона, говорит Тьер, сказал это казаку, как казак, окваченный каким-то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птицы, которую возвращают ее родным полям. Наполеон поехал дальше, мечтая о той Москве, которая так занимала его воображение. Птица, возвращенная родным краям, поскакал на аванпосты, придумывая вперед все то, чего не было и что он будет рассказывать у своих. Того же, что действительно с ним было, он не хотел рассказывать именно потому, что это казалось ему недостойным рассказа. Он выехал к казакам, расспросил, где был полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру же нашел своего барина, Николая Ростова, стоявшего в Янкове, и только что севшего верхом, чтобы сырьяным сделать прогулку по окрестным деревням. Он дал другую лошадь лаврушке и взял его с собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok